Мы уже не раз говорили, что вообще период ищи духа, вообще период до этого, это период, когда человек готовит себя к счастливой семейной жизни. И думаю, что зачастую, человек каждый этот период затягивается, если он пока к этому не готов. Не готов. И это, в частности, касается, это не начинается с отношения между мужчиной и женщиной. Это касается очень во многом в целом человеческих отношений, то, что называется, на Ильич Бенженкает. Хочу прочитать, это был один очень такой ясный пример. Есть в Масахат Сута, там же, кажется, такая история, что был такой период, когда как-то в мире разошлось высокомерие, высокомерие. И девушки выходили замуж именно за высокомерных. За высокомерных. Там он спрашивает такой вопрос. Сказано в другом месте, что человек высокомерный, он даже своим домом не властвует. Его даже члены семьи не слушаются. Гордыня, надо сказать, она ему портит в доме. Портит. И Гоглатов говорит так. Да, вначале девушки, он такой человек, который нравится. Я немножко объясню это. Он выглядит самоуверенным в себе, сильным, как скала. Говорит, так сказать, с ощущением, что он контролирует ситуацию. Ну, в общем-то, как это по-русски, первый парень на деревне. А когда она выходит с него замуж, выясняется, что у этого нет никакого покрытия, а просто гордыня. Тогда он в ее глазах своей супруги становится дешевкой. Дешевкой. Так вот, вопрос такой. Для того, чтобы эту проблему решить. Может, стоит поработать над высокомерием. Еще раз, Владимир. Еще раз, Владимир. Приду еще несколько примеров. Это очень принципиальные вещи. Мы уже говорили, по-моему, на прошлом уроке о важности радости в доме. Помянули, что у нас есть две обязанности, нас, у мужчин. Одна в целом радоваться наших жен, а вторая еще радоваться их на праздники. Особая заповедь. Я, правда, думаю, что это заповеди, наверное, касаются только мужчин. Как все-таки женщины наши называются, эзер коннекдо, помощники ему, то нести радость в доме должна также и женщина. Ну, это же сейчас не совсем моя тема, я могу не говорить дальше, но... Как человек может научиться нести радость другому? Если до этого вообще он не задумается о тех людях, с которыми он вместе живет. и не подумает, что в его отношениях в общежитии, в семье, братья и сестры, в общежитии, он не задумается, как сделать другому хорошо, как другого обрадовать. Как же мы с женой были на шаббат в одном месте, там моя жена наблюдала, там, одну семью. Глянь на эту семью, говорит, как вся семья, каждый из членов заботится друг о друге. Обо всех. Обо всех. Понимаете, есть, я хочу просто вещь объяснить. Это касается в большей степени мужчин, но касается и женщин тоже. Есть большое правило, что в соотношениях сил в семье мужчина должен быть, то же называется, мэшпиа, тот, кто несет добро, тот, кто влияет. А женщина должна быть, принимать это добро, это влияние. Но это не только это. Так как мы уже говорили, женщина называется эзерка негду, то она должна тоже быть немного влияющей и многонесущей добро, а не только принимающей. Если человек вообще изначально, изначально он вырос не с пеленок, а еще с рождения, и здоровая мать, я вырос эгоистом, и никогда, даже больше эгоцентристом, и никогда, в этом смысле, не развился, он не вылез за свои скорлупы. Никогда не привык думать о том, как сделать кому-то хорошо. Как вообще другим посчитаться? Как сделать, чтобы было приятно? Ну, маленький пример. Кто-то наступил, и ему даже не на больной мозоль, а просто на палец, не на больной мозоль. Нечаянно, не специально, нечаянно. То есть, естественно, реакция, человек, который не видит другого, он устроит разнос. Разнос большой причем. Если он подумал, что человек сделал совершенно не специально, был чем-то, голова учебного занята, и наступил на его палец из-за этого, я не вижу буквально палец на ноге, а деда сделал что-то, что ему мешает. Что-то ему что-то мешает. Кстати, когда напишут об ней на Мишлей, что люди обычно не могут все предусмотреть в отношениях между людьми. Просто не могут. Их хватает головы. Все предусмотреть. Но тот, кого задели, интересует только не другой, а только его любимый палец. И сразу сказать на другого выливается ушат обвинений и так далее, и так далее. В чем причина? Он просто не видит другого. Даже если и не видит, и не думает, что его обязанность другому нести добро, а не наоборот. А если он подумал, то, что ему очевидно, что его задевает другому, совершенно не очевидно. Это вещь абсолютная истина, между прочим. И что нечего из выделенного яйца делать проблему, хотя бы неприятно. Непричина. И то, что тебе неприятно просто действительно бить другого голову по стенке. Ну, непричина руками, а чтобы бить словами, это то же самое. То есть, понимаете, это умение нести добро другим. Его надо вырабатывать до женитьбы. До женитьбы. Потому что потом можно столько дробно рубить, что не успеешь жениться, когда надо будет разводиться. Я говорю серьезно. Это вещь, которая требует работы над собой. Надо учиться нести добро другим. Позаботиться, как другому можно делать хорошо. Увидеть другого, посмотреть на другого. И тут... Да. А можно спросить, почему делается параллель между твоей плотью, твоей женой, тем, кто постоянно с тобой будет всю жизнь, и людьми, которые приходят в общежитие и каждый месяц новый? Не важно. Я объясню. Одну из кучку. Одну секундочку. Вы послушайте. 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 Если у человека нет привычки думать о другом, он на собственную жизнь тоже не будет думать. Если у человека нет привычки давать другим людям, он тоже не будет жене давать. Понимаете, я скажу такую вещь. То, что вы говорите, в этом есть такая логика, но на это нельзя полагаться. Это просто пико, ахнафиш. Вы говорите следующую вещь. Она разумно такие вещи в жизни наблюдала. Человек, в принципе, геоцентрист. Но вот женинство так любит свою жену, она часть его самого, то он думает, что берет пирог саму себе, он говорит, это ей в рот, а клянув, это ее собственный рот. Это очень хорошо. Это есть такая логика. Это часто спасает многих безнадежных людей в браке. Но на это нельзя полагаться. Я бы еще раз что имеется в виду. Понимаете, когда человек женится, если не удивительно удачный брак, удачный брак. Он защищает свою жену, свои детей своим продолжением. Для этого человек может быть большим эгоистом в отношении всего мира, но своей семье он будет заботиться. О семье, о жене, о детях и так далее. Это то, что здесь утверждалось сейчас. В двух словах. Но на это нельзя полагаться. Потому что надо еще дом раньше построить, надо все-таки научиться, для того, чтобы действительно жена стала частью ее плоти, надо как-то ее приблизить к себе, надо ей что-то давать. А кроме того, если у человека нет привычки видеть другого, нет привычки ощущать другого, нет привычки давать другому, давать другому, то это не работает на автомате. Всю жизнь он был полным эгоистом, думал только образовав себя, жил, так сказать, в скорлупе, то не было места никому другому. Вот сейчас он женится, вы говорите, что он сейчас свою жену тащит свою скорлупу внутрь. А может быть и нет, может, она в море не получится. Знаете, в теории есть логика в ваших словах, я не спорю, но практически я говорю, что это нельзя полагаться. А сколько в этом мире есть разводов? Это тоже самый вопрос. А сколько есть несчастных браков, а сколько и всяких черт знает чего. Так что не брите примеры другого мира. И кроме того, еще одна вещь, даже мы сейчас не вопрос дискуссий. Я объяснил одну простую вещь. Даже люди нерелигиозные, даже неевреи, у них часто трудились, естественная чуткость, естественное желание помочь другому. И когда это есть, когда это есть, то это причина, чтобы он был неустойчивый брак. Человек вложен на какие-то вещи, даже если он нееврей, нерелигиозный. Есть какие-то вещи. Надо просто вещи развивать. И поймите меня сейчас, я говорю сейчас в вещах, которые являются по-настоящему вопросом пикок, напиши, опасностью жизни жизни семьи. Если мы до того, как мы не женимся, мы не поработаем над собой, пока не будем знать, что над этим надо работать хорошо. Человек, когда привык быть педантом, быть педантом, привык, что все должно быть точно так, как он хочет, как эта привычка сотрется в один момент хупайки души. Как она сотрется, в этой человек живет перед своими привычками. Эта привычка не стирается, не стирается, не стирается. Да, вы правы в одном. Есть великая сила любви у человека, которая очень помогает перебороть в себе педантизм, придирчивость и все эти желания думать только просто у себя. Все замечательные качества, которые мы сталкиваемся. Это помогает, очень помогает. Но нельзя на это полагаться. Это опасно, на это опасно полагаться. Потому что можно сказать не успеть жениться, как сразу же начать разводиться. Вернем сейчас обратно. То есть еще казнуться тут, учитывая, что это основы Торы. Завидзе возли ближневских воз себя это основа всей Торы. сказал Абия Кивак. Есть такое понятие, очень странное понятие. Есть понятие митцвот брандам нахэверо. Заповеди между человеком и его ближним. Их суть позаботиться о другом. Есть такое понятие очень странное. каждого человека в мире грядущем им лахтэ это над собой Всевышнего. Это понятно. Что ответить я не знаю, каждый говорит по-своему. И что не вопрос? Им лахтэ тхавэрхо ты над самим собой своего ближнего. Что он не царь? Что нужно над собой воцарять? Он не царь? Почему это нужно воцарять? Тут нам открывает нашим мудрецы следующую вещь. Основу понятия мэндамы хэбэро отношения между людьми это относиться с величайшим уважением к желанию и воле другого. Да. Вся исполнение для нас исполнение воли Творца. Но кроме этого есть также великая важность считаться желаниями и волей других людей. Считаться с этим. Чтобы для нас это было если не противоречие воле Творца, чтобы это было вещью очень важной. Что важно и что приятно, что хорошо нашим ближним. Нашим ближним. И это нам всем над этим есть много работать. Понимаете, ключи это вещи, которые очень принципиарны. Они представлены вообще в психической жизни. Но они представлены особенно, когда строится семья. Нельзя полагаться, что в момент к Женицаре выходит замуж, все его дурные привычки, вся его неполноценность в отношениях между людьми сразу исправится. А кроме этого, я действительно считаю, что это вещь, которую надо исправлять себе даже не только готов, как женить себя, просто чтобы быть тем человеком, которому Всевышний побежал в гафтарах комохоров, в ближайшем как собой себя. Нет, поймите, я хочу, чтобы вы поняли одну принципиальную вещь. Люди задумывают, как мне плохо, я столько лет не могу жениться. Может быть, Всевышний сделал нам благо, что дадут тебе время себя исправить. Если бы женился, так уже успел бы и развестись. Это не так смешно. Жене смешно. Это не смешно. Поэтому есть необходимо работать на собственные человеческие качества. Необходимо. Но это же касается парней, мужчин. Надо учиться радовать другому, учиться веселить другого. По-хорошему. Я не имею в виду водка. Нет им. Учиться думать, как сделать другому хорошо. В этой сфере мужчина должен быть активной частью в себе. Это его обязанность нести радость до первого. И, конечно, и жена же помочь ему в этом, безусловно. Но человек приходит, допустим, домой. Допустим, дома родители, братья, сестры, и то же самое жена, и дети. Пусть подумают по дороге, как я могу их обрадовать, когда приду домой. Как я могу их обрадовать? Пусть, когда зайду. Как их обрадовать? То же самое, когда человек вращается в общежитии, там находятся с людьми, которые, может быть, он будет в чем с ними не жить. Я-то вполне допускаю это, может быть. Но все-таки надо подумать, а как их обрадовать? Есть очень место в Мишне, принимай каждого человека хорошим выражением лица. Сказали наши училия, что это было олицетворение меры суда. Меры суда, не меры благодеяния, утверждает, что необходимо человека встречать с хорошим, радующим выражением лица. Кстати говоря, это огромная основа семьи уметь улыбаться и светиться друг другу. Это тоже надо учиться. Надо учиться. Всего хорошего. Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...